приветствую всех на своем канале и сегодня я вам хочу показать результат своей трехдневной работы у меня вот готовый ободок мои подписчики уже видели что-то мы делали цветочки я показывала как делать розочки и сегодня я покажу некоторые моменты как я его собирала оставайтесь со мной я уже начала пришивать свои цветы и бусы у меня тут вот эти маленькие цветочки которые я показывала вам как делать вот эти побольше розочки вот они вот мы делали с вами вот такие цветы сюда я добавила еще полу бусина вот на ободке это все очень красиво смотрится конечно работа очень кропотливая но результат потрясающий обратная сторона полностью чистая и сегодня я покажу вам некоторые моменты как я все это собираю вместе оставайтесь со мной пришивать я все буду вот такими капроновыми ниточками они очень крепкие они правда серебряного цвета но я их прячу чтобы они их не было видно и беру цветок и располагая его как мне нужно я всегда очень долго примеряю чтобы нигде ничего не торчало нигде и красиво лежал вот таким образом располагаю беру иголочку с ниточкой и как бы из-под низу начинаю пришивать конечно можно все приклеить но если пришить это будет намного надежнее и уже никуда ничего не отвалится даже если это пройдет там год-два потому что бывает что клей высыхает и вот из-под низу я по чуть-чуть пришиваю немного цветочек закрепляю и затем пришиваю к ободочку и прохожу таким образом по кругу иногда даже два раза цветок я пришила и сюда я размещу бусину очень советую после того как вы делаете какую-то операцию вот я пришила цветочек обязательно делать закрепочки даже если вдруг где-то что-то порвется хотя с этой ниточкой ничего не порвется в любом случае как бы не будет по цепочке все отваливаться так скажем вот располагаю и ухожу иголочкой вниз вот таким образом спрячу и сюда я пришью еще розочку всегда я креплю два раза прохожу ниточкой так все закрепить аккуратненько и обязательно делаем закрепочку как я уже говорила мои соседи разговорились очень извиняюсь очень шумные и сюда же вот я закреплю розочку я очень люблю такую работу это конечно медленно очень но мне нравится убираем чтобы не закрепить лепесточки и изнутри это можно сказать потайной шов рек прикрепим все закрепляю немного розочку и немного ткани ботка и также по кругу прохожу я пришила розочку и вот чтобы заполнить пустоту между я добавлю бусину не проходит эта бусина в иголочку возьмем вот эту обычно бисер я пришиваю бусина бисерной иголочкой но так как я все пришиваю здесь вместе то подбираю которые подходят и вывожу иголочку вот располагаю бусину чтобы отверстия не были видны что все было аккуратненько и так как я вывела иголочку вот на край я можно сказать сюда же ее и пажу чтоб ниточки не было видно и снова вывожу иголочку серединочку добавим блеска отодвигаю лепесточки чтобы не сцепить их и вывожу укладываю аккуратненько стеклярус вот таким образом и конечно же делаю закрепку чтобы это все держалось сюда я прикреплю вот этот цветочек и также пришли несколько бусин и вернусь к вам розочка пришита в серединочку я добавила бисеринку и чтобы заполнить пустые места вот я добавлю еще большую бусину сюда отвожу иголочку середину и на край укладываю хорошенечко бусину здесь я всегда очень долго все примеряю чтобы лежала именно так как мне хочется снова вывожу иголочку и добавлю еще немного такие маленькие бусинки ниточка у меня заканчивается я закреплю ее и вернусь к вам я пришила еще один цветок маленький цветочек чуть позже я добавлю еще сюда цветочек и сейчас буду обшивать край сюда я пришлю листики здесь у меня вот такая розочка сюда я тоже добавлю розочку затем вот эти маленькие розочки пришьем конечно бусины между ними чтобы красиво оформить края ботка я пришила один листик и теперь пришиваю второй листик листики пришиваю как бы сверху потому что будут цветочки все равно не будет видно вот таким образом прохожу и закрепляю листики немного из-под низу зацепилась чтобы все держалась теперь выведу иголочку пониже из-под низу и наверх делаем закрепочки обязательно розочку немного подрежу чтобы она не торчала у меня выведу иголочку поближе к розочки и пришью розочку немного закреплю розочку вот так из-за листики также прохожу насквозь через ободочек снова немного розочку иногда иголочка попадает в клей поэтому надо несколько раз прокалывать чтобы найти чтобы спокойно пройти и таким образом я прохожу по кругу теперь я беру маленькую розочку расположу ее вот как мне надо и иголочкой закреплю проволочку основания розочки прохожу сначала в одном направлении затем отогну вот этот кончик железный и чтобы розочка никуда не убежала пройдусь у него тоже таким образом розочка будет хорошо закреплена она уже не выскочит затем вторую розочку я подшила бутоны и сюда я пришлю еще одну розочку и затем заполню все пустые места бусинами как это сделано здесь и украшу розочку вот как я и говорила пустые места я заполняю бусинами одеваю бусину на нить и затем вывожу иголочку на край и выправляю чтоб все было ровненько и красиво ниточку расправляю если она перекрутилась и затягиваю и также я украшу бусинами край ну вот я закончила свой ободок и мне очень нравится результат по моему получилось просто потрясающе очень красивое сочетание цветов конечно я вам показала очень малую часть из того что я делала но вышивала я его три дня поэтому в 10 минут никак не уложить это все но если вам интересно какие-то отдельные моменты пишите в комментариях и я с удовольствием отвечу на все вопросы и возможно даже и покажу сниму отдельное видео по каким-то отдельным деталям надеюсь вам мое видео понравилось и вы узнали что-то новое а вам творческих успехов и до новых встреч пока 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 Продолжение следует...